Мы будем контролировать постоянно. И что я хотел сказать по поводу масштаба предприятий и групп контроля. У нас в принципе сейчас уполномочены только региональных органов исполнительной власти, точнее должностных лиц, около 600 человек. Поэтому достаточно людей. Мы еще, естественно, привлечем сейчас федеральные органы, которые также уполномочены буквально недавно на такие проверки, чтобы вне зависимости от масштаба бизнеса мы везде осуществляли проверки на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, на предмет соблюдения требований безопасности. Это никакие не выдуманные требования. Это сейчас требования на злобу дня, которые сейчас позволяют спасать людей. Ну что я имею в виду? Ну заходишь в магазин периодически, продовольственный магазин, он имеет право функционировать. Но этот пункт 8 на него тоже распространяется. Продавщица без перчаток, без средств индивидуальной защиты, никаких советов никому не дают. Люди стоят в очереди, дышат друг другу в спину. Совершенно спокойно кассир могу посоветовать, что соблюдайте там требования, помочь дисциплинированным гражданам. Потому что доходит там информация, что пытаюсь объяснить сзади стоящему, ты отойди на полтора метра-то. Нет, еще хамить начинают в ответ. И вот здесь служащие предприятия, они обязаны соблюдать правила поведения на своей территории. И как это можно не проверять? И как за это можно не наказывать? Я хотел обратиться ко всем предпринимателям. Мы в ваших исключительно интересах сейчас не идем по простому пути. Взять и все закрыть. Мы пытаемся выявить тех, кто беззаботится о безопасности людей. И помочь им продолжать деятельность. Так и вы нам тоже помогите. Внимательно читайте все эти требования. От вас зависит безопасность людей и куда движется ситуация с зараженными в области. У нас очень хорошая модель составлена. Я могу сказать, что если мы достигнем 15 апреля максимального уровня самоизоляции в текущих возможных условиях, минимального количества нарушений, то мы должны до конца апреля выйти на пик зараженных. У меня, в принципе, и цифры даже есть. Те цифры, которые я себе представляю, это цифры, позволяющие медицине, нашему здравоохранению выдержать этот удар и обеспечить минимальный уровень летальности и спасти максимальное количество людей. Но если мы продолжим расслабанно относиться ко всем этим правилам, то пик уйдет на май, на середину, количество будет расти. Еще раз, я не хочу нагнетать совсем. Понятно, что мы с запасом готовы. С запасом. Но если постепенно все люди не начнут максимально соблюдать эти правила, действительно, естественно, могут возникнуть опасности. Может возникнуть ситуация, что придется опять принимать в отношении ряда секторов промышленности, ряда секторов экономики, опять ограничительные меры, еще дополнительные. У нас и так их много, но дополнительные придется принимать, как некоторые коллеги сделали. Их, правда, мало таких, но некоторые сделали, где максимальное количество зараженных. Будем постоянно эту ситуацию мониторить, но очень важно, чтобы до людей дошло, что ситуация серьезная. Даже сегодня митрополит Владыка Георгий объявил, что служба будет проходить без прихожан на этой неделе. Это о чем говорит? Если уж такие решения и такие власти принимают, значит, усиливация серьезная. Поэтому просьба всем соблюдать самоизоляцию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!